Привет всем! Меня зовут Катя, и вы слушаете подсказ сайта galenkin.com. Сегодня у меня в гостях Сергей Галенкин из Киева, Михаил Кузьмин из Калининграда и Сергей Климов из Лос-Анджелеса. Давайте поговорим об игровой индустрии. Спасибо большое, Катя. Теперь у нас в передаче, как видите, появилась женщина-ведущая, а то в блоге очень многие люди писали о том, что мы сексисты и не уважаем женщин. На самом деле спонсоры настояли. Мы любим женщин. Да. Спонсор у нас кто в этот раз, Боржоми или Асус? Я думаю, что спонсор у нас Асус по случаю того, что мы взяли роутер у них подержать. Но если они не заплатят, то мы поменяем на Зиксель. На самом деле, получается, наоборот, я купил у них роутер, да. И теперь, пока они не заплатят денег, мы будем про них говорить гадости. Ну, почему мы загорели про сексизм? На неделе вышло первое видео Аниты Саркисян про гендерные стереотипы в играх. И оно уже собрало много-много положительных отзывов от вдумчивой, взвешенной мужской части игровой индустрии. Я вот сейчас смотрю, у нее полмиллиона просмотров уже. Да, и полмиллиона просмотров. У нее комментарии к видео отключены, но если погуглить, то там очень много таких комментариев про то, как она одевается, про ее глаза, про ее сережки, вот, и прочее. На самом деле, тема интересная. То есть, мне не очень нравится, что Анита Саркисян сделала меньше, чем могла бы, наверное. Но это все равно лучше, чем было до этого. То есть, по сути, она в своем первом видео экранизировала сайт TVTropes. Если кто не знает, сайт TVTropes собирает различные штампы из кино, и литературы, и игровой индустрии. И она экранизировала раздел TVTropes про женщин и игры. Это тоже, на самом деле, неплохо. Я бы вообще хотел сериал по TVTropes, вот такой, чтобы 6 сезонов и фильм по итогам. Ну, она вообще молодец, выпустила видео 7 марта, фактически, на Международный женский день. Я даже не уверен, что у них празднуют Международный женский день, хотя, наверное, как феминистка она должна про него знать. Ну, слушай, и женщина с именем Анита Саркисян должна знать, что такое Международный женский день. Сергей Климов, вот ты, как самый бородатый участник подкаста, что ты считаешь про женщин в игровой индустрии и, в частности, про изображение женщин в играх? Я, по-моему, уже в прошлый раз на этой теме останавливался. Я считаю, что, безусловно, стереотипы и, безусловно, проблема, на мой взгляд, в том, что большинство разработчиков, они преимущественно мужские комбанны. И у них в голове, в принципе, нету представления о том, как бы они хотели играть, при этом, если бы они были, например, девушками. Они делали все игры для себя, это самый легкий ориентир, да? Мы хотим делать игры, в которые нам интересно играть самим. И вот они такие приходят, небритые, потные, в офис садятся, открывают пакет с чипсами и говорят. Ну, короче, я такой крутой чувак, вхожу, а там полураздетая принцесса. О-о-о! И так и все идет. К сожалению, я очень мало знаю женских команд-разработчиков, кроме... Помните, как называется эта американская серия? Они в казуальные игры переехали успешно достаточно. Не помните? Не помню, я знаю, что в Максис очень много женщин. Я абсолютно согласен с Сергеем Климовым. Мне кажется, что решить проблему с изображением женщин в играх можно только привлекая женщин в игровую индустрию. Из недавних примеров есть такая игра Tomb Raider, в которой в роликах, которые писала женщина-сценарист Риана Пратчетт, дочка Пратчетта, того самого. Получилось очень неплохо. Показана реально женщина, а не мужик с сиськами в юбке. А ты знаешь, кстати, на нее ругаются, что она очень плохо прописала второстепенных персонажей. То есть не получается сопереживать, если когда кто-то умирает, ну и хрен с ним. Да, там второстепенных персонажей вообще нет, по сути. Там есть только один персонаж, это Лара Крофт. Остальные прописаны вообще никак. Весь фокус на главной героине. И есть еще определенный контраст между главной героиней в роликах и главной героиней в игре. Потому что в игре там такой рэмбо, знаешь, от нее выскакивает 20 мужиков с щитами, топорами, автоматами. Она их все хвалит. А в ролике она такая ранимая, жалобная и на острове. Но это другое дело. Это опять-таки игру делали мужики, а ролики делали по сценарию женщины. Вся игровая индустрия в миниатюре. Ну ты-то уже поиграл? Да, поиграл. Мне нравится на самом деле. А ты на чем играл? На PC. Ну с геймпадом, естественно. Понятненько. Я пока еще не решился, потому что у меня еще есть во что играть. Я нагоняю упущенные годы отсутствия PlayStation 3. У тебя Uncharted есть? У меня нет еще Uncharted, да. Ну тем более. Поиграй в Uncharted сначала. Uncharted лучше. Кстати, такой вопрос. По проектам типа Tomb Raider, которые не ассоциируются у человека с командой, с какими-то дизайнерами конкретными, с инди-движением. Вот вы думаете, продажи в России, они тоже пропорционально большие успеху игры? Или больше людей отдает именно деньги за небольшие проекты, но качает бесплатно крупные? Потому что если ты купил небольшой проект, понятно, кому ты деньги отдал. А если ты купил там Tomb Raider, ну окей, деньги ушли в какой-то сундук непонятный тебе. Я думаю нет. Я думаю вот по опыту работы в ритейле, что деньги в первую очередь платят большим крупным проектам. А в цифре? Я думаю, что даже с появлением цифр это не сильно изменилось. То есть понятно, что у того же Стима там большая доля инди-продаж. И что Tomb Raider непропорционально много покупает в ритейле по сравнению с остальными играми со Стима. Но я думаю, что даже если учесть там долю цифры, да, где-то 50% рынка, если не больше, все равно у хитов больше продаж. Потому что хиты покупают и в ритейле, и в цифре, а инди только в цифре. Ну, я имел в виду на случай процент. То есть, например, на каждого купившего второй Ведьмак приходится 7 скачавших. А на каждого купившего Tomb Raider приходится 14 скачавших. Чего-нибудь такого плана. Потому что CD Projekt это CD Projekt, вот они такие дужки, мы их любим. А Tomb Raider это анонимные там Crystal Dynamics, но мы не знаем имен. Нет? Мне кажется, что там пропорция примерно одинаковая про скачавших-купивших. У инди, купивших чуть больше, потому что люди инди и не качают даже, которые не знают, что это такое. А те, кто знают, они скорее купят. А у хитовых проектов типа Ведьмака или Лары, я думаю, что нет какой-то отдельной пропорции. Они примерно одинаковые. Понятно, понятно. Следующая тема. Да, про GameNight. Я хотел рассказать про GameNight, который мы давно собирались сделать в Киеве. И, наконец-то, у нас есть первые детали, которые мы можем обсудить. В этот раз мы хотим сделать GameNight совместно с инкубатором стартапов East Labs. Я дам на него ссылку. Они сейчас привлекают игровые команды, дают им место, дают им инвестиции и помогают стартовать свои игровые проекты. То есть это именно инкубатор стартапов, а не стартап инкубаторов? Нет, это именно инкубатор стартапов. Там один из инвесторов – это Пинчук, известный меценат украинский. Вообще они выглядят как хорошие ребята. По крайней мере, Пинчук достаточно известен своими арт-проектами и своей поддержкой искусства и различных технологических начинаний. Поэтому я надеюсь, что тут тоже будет что-то хорошее. Они помогают нам с местом. Мы будем проходить, скорее всего, в Циферблате. Мы еще 100% нет подтверждения, но предварительно мы планируем провести мероприятие в Циферблате 12 апреля в 6.30. Циферблат находится на Золотых Воротах, это центр Киева. Я думаю, что не должно быть ни у кого проблем с ним, чтобы туда добраться. Особенно, если вы будете добираться из Москвы или из Питера. Мы, кстати, с Сергеем Кливом уже договорились. Снимем квартиру и устроим там притон игровой. Мы устроим там запись подкаста live. И потом придем с результатами такой записи на Game Night. Если мы вспомним про Game Night на момент окончания. Вообще приезжайте, приезжайте. Когда прижала пресса, мы снимали как раз в соседнем с Циферблатом здании квартиру трехэтажную. Так что там есть где пожить, я думаю. Вообще, я хотел бы всех позвать. Ребята, если вы в Киеве или если вы, может быть, в других городах, в Москве, в Питере. И вы хотите поучаствовать в таком более организованном, корпоративном, что ли, компания-ориентированном мероприятии. И вы можете позволить себе билет. То приезжайте, давайте попробуем сделать вот этот Game Night самым крупным из того, что происходило пока. Серег, какие темы будут? Основная тема, которую хотелось бы обсудить, это создание собственной компании. С чего начать? Как начать разрабатывать игры? И то есть, как попасть вообще в индустрию? И то, что чаще всего спрашивают, на самом деле, у нас и в подкасте, и в жизни. Я в ВКонтакте получаю регулярно сообщения от людей. Ну, как попасть? Через койку самый легкий способ. Ну, как мы в подкаст попали. Через койку Климова, естественно. Да, учитывая, конечно, что мы же сказали, что большинство разработчиков это потные мужики. Да, не очень многие преуспевают. Мы хотим также в этот раз записать наш подкаст на видео, в смысле, наш Games Night. И сделать это остальным тем, у кого пока финансирование находится в стадии, в которой еще нет бюджета на билет в Киев. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, киевляне придут, да. И вообще, даже у кого, кто даже подумывает о финансировании, вообще у него ничего нет. Если у вас есть деньги, да, то приходите. Может быть, вы встретите команду, которая готова принять ваши деньги. И какое-то искусство вам дать в обмен. Если у вас есть еда, приходите. Команда за еду есть. У нас сегодня вообще должна была быть тема такая. Игорь Карев должен был прийти и рассказать, почему украинский геймдев круче российского. Я даже нашел интервью на сайте AviGamers, где очень четко мысль такая показана, что Киев лучше Москвы, Украина лучше России. Там Галенкин лучше Кузьмина и Климова вместе взятых. И я очень прям хотел задать вопрос Игорю. Вот я вам могу его задать. Как вы думаете, когда кто-то говорит, украинская индустрия лучше русской, в чем измерять? В продажах, в количестве проектов, в количестве сотрудников? Я думаю, в выхлопе. То есть, условно говоря, в количестве проектов на тысячу человек, задействованных в индустрии. В этом плане, согласитесь, украинская индустрия все-таки больше, чем российская. Ну, то есть, если 10 украинцев работают за 500 долларов, а один москвич за 5000, то украинская индустрия в 10 раз сильнее. Причем все 10 за 500. Это общий бюджет. Нет, на самом деле это все совсем не так. Уже давно зарплаты там соизмеримы. Ну, на самом деле зарплаты где-то в полтора раза ниже, чем в Москве сейчас, в Киеве. Ты сейчас сказал про всю остальную Россию. Ну, я сказал про Москву и Киев. А если говорить про регионы, то есть не про Киев, то там еще в полтора раза ниже, чем в Киеве. То есть, там такой большой разницы нет, как между Москвой и остальными регионами. Ну, слушай, девелопмент-отделы, по-моему, в Москве остались только у сумасшедших. Mail.ru, сумасшедшие. Никита, сумасшедшие. Да. Нивал. Я молчу, молчу, да. Нивал я тоже промолчу. Ну, действительно, девелопмент-отдел в Москве стоит очень больших денег, это никто не спорит. И поэтому у нас много команд за пределами Москвы. Просто команда изначально московская, поэтому что делать? Руководить. Я хотел сказать, что мы сейчас отделим игру, обсуждаем потенциальную для продюсирования в деталике. Команда из Аргентины, из Буэнос-Айреса. Я всем бы пожелал такой стоимости разработки. И она напрямую вытекает из стоимости жизни. То есть люди могут комфортно жить, там, прекрасно кушать, развлекаться, ходить на концерты и вообще не страдать. И это стоит какие-то разы дешевле, чем в Москве и чем в Гамбурге, например. Посмотрим, как они работают, конечно. Ну, вообще, так как пример, хорошо. Если бы я хотел куда-нибудь вложить миллион и построить новую студию, я бы, наверное, не вкладывал ни в Россию, ни в Киеве. Пока, по крайней мере, Карев не переубедил нас. В Киеве дорогой, да. Проще все-таки открывать студию в Чернигове, Харькове, Донецке, Днепропетровске, на мой взгляд, сейчас. А не убьют там Донецке? Твои программисты. Типа, ехал домой, поругался и получил ножом. Я думаю, вероятность не сильно выше, чем в Москве, например. Или в Америке. В Америке-то преступность выше, чем в Украине. Ну да. Самый главный плюс открытия офиса в Украине – девушки красивые. Вообще, я считаю, что надо выставлять против Киева Калининград. В Калининграде нельзя, если ты не Кузьмин, поэтому там сложно. Там дофига компаний же. Миш, ты можешь назвать компанией из Калининграда так вот? И так, чтобы не Кузьмин. Чтобы не было в них Кузьмина. Ну, Кранкс. Там есть Кузьмин. Ну, слушайте, ребят, Кранксу имел отношение Кузьмин. Кирокрафту имел отношение Кузьмин. Реолор имел отношение Кузьмин. Катаури имеет отношение Кузьмин. Ну, кстати, то же самое, что и про Киев. Там одни и те же люди просто занимают разные позиции. Ну, это правда, да. Индустрия маленькая, на самом деле. Даже в Москве индустрия достаточно маленькая. У нас куча людей, про которых вообще... А, Калибр Геймс, хорошо, вот уже 8 насчитал. Кто там еще у нас? Хексагон Геймс. Кто еще? Слушай, а сколько у вас? 600 тысяч ее где-то, да? 500-600? 500-600, да, тысяч в области. Кстати, у нас это... Мы уже раз подняли, у нас вопрос был на эту тему от слушателей. Я думаю, что надо рано или поздно, если мы успешно все проведем в Киеве, сделать Games Night в Калининграде и постараться сделать ее каким-то более-менее глубоким. То есть, если мы в Киеве будем говорить про то, как сделать свою компанию игровую, то в Калининграде мы можем уже говорить про, например, там, кроссплатформенную разработку. Почему бы не... Вот я нашел этот вопрос, ее задает Анатолий. Можно ли работать в игровой индустрии в Украине, не живя при этом в Киеве, имея в виду над крупными проектами? Best way. На самом деле, да, мы немножко посчитали перед подкастом. В принципе, критическая масса, ну, тут зависит от количества людей, проживающих в городе, и наличия высших учебных заведений, поставляющих кадры. То есть, в принципе, есть шанс, что на 50 тысяч человек есть одна команда разработчиков игр. Вот примерно так. 50 тысяч — это такое количество очень оптимистическое, но в Северодонецке, где находится Bestway, там 100 тысяч человек живет. Значит, у них две команды разработки. Возможно, в Луганске на 500 тысяч человек, я знаю, 4 команды разработчиков. Вау. Ну, то есть... Слушай, мы ввели формулу. Вполне реально. Мы ввели формулу с некоторой погрешностью, что вот, как бы, если в вашем городе 50 тысяч, смело открывайте, и люди найдутся единомышленники. Но при этом это не относится к городам-сателлитам. То есть, например, мне кажется, если ты в Обнинске, то люди будут все равно стремиться в Москву, потому что они будут идти работать в Mail.ru за, там, 15 тысяч долларов после налогов в месяц, и никакими красотами в Обнинске ты их не заманишь обратно. Ну, в Украине, по крайней мере, такое возможно. Я знаю успешные команды в Чернигове, знаю успешные команды в Хмельницком, которые живут в небольших городах, получают серьезные по меркам даже киевские, по киевским деньги, и отлично себя чувствуют. Слушайте, давайте перейдем к следующей теме. Мы хотели сделать возможным прослушание подкаста, только если ты подсоединен к серверу нашему. Да. Да. Такая система, кстати, работает уже. Просто мы сейчас выкладываем ссылку на скачивание подкаста, а, наверное, это неправильно. Мы хотим, чтобы наш сервер тоже падал, как парадайд сервера у Electronic Arts при запуске. Вообще не солидно. Ты запускаешь свой подкаст и заходишь. Если нет сервера Crash, означает, ты не популярен. Ну, кстати, вот ты знаешь, когда я выкладываю подкаст, и в первые где-то полчаса, прослушивать очень сложно именно в онлайне, потому что начинает подквакивать, да, кэшируется, потому что очень много народу качает сразу. Так что мы идем к успеху. Там, к сожалению, на сервере есть 100-мегабитный канал. Он, в принципе, для нормальной нагрузки хватает 5-10 мегабит. Но в те первые 5-25 минут, когда выкладывается файл, лучше не слушайте в онлайне, ставьте на менеджер закачки, а потом уже, в принципе, все нормально. И где-то после 15 минут обычно первых люди прекращают слушать новый выпуск, закрывают с возмущением, говорят нецензурные разные слова в нашу сторону. После этого можно слушать. Ну, слушай, слушай, мы уже в подкасте избавились от одного мифа, у нас не сексистский подкаст, все, уже как минимум аудитория должна повыситься. За счет женщин. Мы проверим, 50% вырастет. Под DRM и SimCity, конечно, ситуация была предсказуема, то есть, по-моему, только ленивый не писал о том, что в SimCity сервера рухнут после запуска, как случилось это с Diablo 3. Ну, вот Electronic Arts не послушалась, и да, сервера рухнули. Причем 2 дня до запуска игры в Европе она отлично игралась. Я получил массу удовольствия, когда я играл в SimCity, когда в нее можно было играть. Сейчас, конечно, это пытка, а не игра. Я сегодня в Твиттере задавал вопрос, стоит ли сейчас покупать, и единодушное мнение, подождать 2 недели, как минимум, пока все это рассосется, чтобы получить какое-то удовольствие от игры. Они же там какие-то функции отключили, что там, Серега, происходит, ты же играешь. Перемотку времени отключили, отключили перемотку времени, это самая, как бы, такая важная функция для градостроительной игры, чтобы не ждать в реальном времени, пока у тебя все построится, там, заработается и так далее. Очень неприятная штука. И знаете, что самое обидное? Что вот SimCity, в отличие от Diablo 3, она действительно ей онлайн нужен, потому что механика игры с друзьями в одном районе, в одном регионе, когда ты можешь меняться с ними ресурсы, меняться с ними полицейскими машинами, там, скорами и так далее, она действительно работает, она действительно прикольная. Я вот играю с друзьями в регионе, и мы действительно такими вещами меняемся, и это действительно помогает. То есть я не могу сказать, что вот SimCity там сделали, изуродовали для того, чтобы защититься от пиратства. Это можно было сказать про Diablo 3, потому что Diablo 3 отлично бы игралась и в оффлайне. А я задам, извиняюсь, такой нубский вопрос. Друзей ты добавляешь через Origin или через... Да-да, они через Origin затягиваются. Поддержки в Фейсбуке нет. По-моему, в Origin можно из Фейсбука затащить, но там социальный функционал достаточно плохой, это тебе не с кем все-таки. Ну так результат-то какой, ребят? То есть мы считаем, что справедливы те сайты, которые снизили оценку за такую работу с серверами? Абсолютно, потому что Electronic Arts долго сама рассказывала о том, что игра — это сервис, и мы все понимаем отлично, что современная игра — это сервис, и если она как сервис не работает, то ей даже 4 балла из 10 — это высокая оценка. Слушай, ты помнишь первые дни запуска SVTor? Я-то знаешь, я в SVTor не играл, я играл в SVTor перед запуском, когда была бета, а после запуска я в нее не заходил, но SVTor, по-моему, лучше работал. А у них в день добавляли по несколько серверов, потому что не справлялись с нагрузкой, были часовые очереди, то есть ты заходишь в игру на свой сервер, там, через недельку от запуска, туда уже нарегистрировалась куча людей, и вечером полтора часа надо подождать. Вот примерно все, да. Как в 7-сети, да. Все то же самое, ничему не учите. Функционал не отключали. 7-сети очереди сейчас на полчаса были с утра, и, ну, ладно, ребят, не покупайте 7-сети, подождите, пока она будет нормальная. Да. И еще одна тема, которую нас хотели, просили упомянуть в подкасте, я просто не знаю, что про это рассказывать, но давайте, так сказать, в интересах, я не знаю, там, независимости или как-то там объективности, скажем. В России запустился филиал IGN, его запустила компания GameLand, руководит этим всем Константин Говорун, известный некоторым людям как ВРЕН, и они делают классический русский игровой сайт про игры только с достаточно хорошими текстами. Тут не отнимешь, у GameLand пишут авторы достаточно хорошо. И, ну, по русской традиции сайт называется IGN, локализовывать так по полной. Ну, вот, кстати, я как человек немножко далекий от игровой журналистики, у нас самый близкий к этому Сергей Галенкин, какой профит вообще открытия под большим брендом в России, среди уже, в принципе, напаханном поле, когда у тебя конкуренция со стороны даже школьников существует, открыть такое представительство крупного издания именно в России? Я не знаю детали сделки IGN и GameLand, я знаю, что IGN ходил по рынку и предлагал за revenue share, то есть за разделение прибыли, запустить IGN. Обычно просят какую-то фиксированную сумму в месяц, но говорят, что IGN был готов и без денег, бесплатно, просто за процент от продажи. Выгода в чем? Ты пытаешься выйти на насыщенный рынок, и тебе нужно какое-то уникальное преимущество перед конкурентами. Эта схема в классической бумажной журналистике тоже работает и работает хорошо, и в издательстве, в котором я работал, запускало лицензированные проекты. Скажем, у тебя на рынке существует, я не знаю, журнал «За рулем», и чтобы выйти на рынок, где есть мощный журнал «За рулем», тебе нужно что-то ему противопоставить. Хороший пример это… Журнал «За рублем». Ну да. Хороший пример – это журнал «Автокар», например, мы запускали, это журнал по британской лицензии, известный тем, что он пишет про дорогие машины, в то время как «За рулем» он писал все-таки про дешевые машины. Ты позиционируешься в другой сегмент, и ты имеешь сразу на входе очень качественные британские материалы, которые ты здесь в Украине или России просто не сделаешь, потому что там уже готовая база журналистов. И на старте у тебя такое преимущество. Вот это преимущество, по идее, должно быть у русского IGN. Проблема в том, что я этого преимущества сейчас не вижу, потому что все статьи, которые там есть, они написаны русской редакцией. То есть вот это преимущество они как-то не используют, что ли. Другой стороны, я говорил с испанским еврогеймером, который работает по лицензии, и они в такой же ситуации сейчас находятся, все их материалы написаны ими самими. Это их собственные материалы. И я спросил, окей, ребята, вы платите за что? Потому что обычная схема такая, что ты плачешь какие-то деньги каждый месяц за правый доступ ко всему контенту международному и за бренд, и за поддержку там с версткой, с сайтом, с чем угодно. И получаешь такие преимущества, как там, например, ранний доступ к материалам плюс рекламу. Когда кто-то приходит, еврогеймер европейский, говорит, ребят, мы хотим выкатить новый Tomb Raider. У нас есть бюджет полмиллиона долларов, и они такие, а вот у нас есть там испанский сайт, русский сайт, польский сайт, в Польше есть еврогеймер. Но испанцы сказали, что они не пользуются материалами оригинальными, потому что они пишут сами. И реально они делают для того просто, чтобы участвовать в глобальных рекламных компаниях, и потому что есть такой вот бренд, есть верстка, каждый раз, когда что-то меняется на основном сайте, это меняется и у них. И они вполне довольны, они очень сильно растут. Это правильная абсолютно позиция, рецензии всегда все равно пишет локальная команда, и более того, через год после запуска процента проекта по рецензии, ты приходишь к ситуации, когда у тебя только 20% материалов, они рецензированы, 80% делают своя редакция. Но на старте это позволяет сильно экономить деньги, запускаться на рынке с большим преимуществом перед конкурентами. Ну то есть представь себе, у тебя проект, который стоит ноль, потому что, как я уже сказал, вы делаете его по схеме revenue share, но при этом на тебя работают 30-50 высококлассных британских журналистов, британских, американских. Это большое преимущество перед конкурентами. Я думаю, что геймленд это догонит. Слушай, если известно, мы поняли уже, какая выгода у самого EGN, а какая выгода у, извиняюсь, стороны игр в этом? Ну я объяснил, запускать сейчас в стороне игр свой сайт, на рынке, на котором есть канобу, есть геймбокс, есть мэлру, он плохой. Но этот сайт перезапустить будет тяжелее, чем запустить с абсолютно новой, я имею в виду геймленд. Надо как-то трафик померять. Это правда. Кстати, помните, к нам приходили люди из Турции, они хотели лицензировать у нас подкаст, и там речь шла о том, что они просто берут трех турков, один из них точно должен быть бородатый, мы им рассказываем, сколько там мы наливаем перед началом подкаста, а дальше они говорят на совершенно свои турецкие игровые темы. Да, бизнес-схема передается, да. Абсолютно. Там выгода для всех сторон понятная. Я очень надеялся, что будет все-таки больше переводных материалов, потому что, мне кажется, переводные материалы, они подстегнут местную журналистику. Переводные материалы сейчас, по сути, делают только канобу. У них есть британский журналист Мэтью Эдвардс, которого они переводят, и его материалы сильно выделяются на фоне русских текстов. Вот хотелось бы, чтобы кто-то подтягивал уровень текстов вверх. Я хотел сказать, что я прочитал, пока летел в Лос-Анджелес, книжку Джоффа Дайера, которую я давно уже всем рекламирую. Она называется «Зона», и она посвящена анализу фильма «Сталкер» Тарковского. И британский современный писатель проявляет такое знание и понимание других русских фильмов, литературы русскоязычной и так далее, по сравнению с которым большинство журналистики, по крайней мере, современной, она как-то где-то в стороне находится далеко. Я после этого открыл пару русских журналов, которые там лежали в самолете, я не смог их даже читать. И мне кажется, что вот помимо доступа к материалам и все остальное, если ты можешь за счет лицензии перенять еще и стиль, подход, уровень какой-то, ну, наверное, это может тебя вытащить из общего такого среднего уровня людей, которые пишут простыми фразами и во многом повторяют друг друга. Ты знаешь, вот когда мы лицензировали издание журналы у британского партнера, они проводили такую нам поддержку, они приглашали наших главных редакторов в Британию, проводили обучение и вообще всячески помогали. Это хай-маркет был. Давайте к следующей теме, наверное. У нас тут любимая тема Сергея Климова – парад кикстартеров. На отчетной неделе случилось два больших кикстартера. Это Torment Tides of Numenera, который считается идейным продолжателем Planescape Torment от Барайана Фарга. И второй – это Shroud of the Avatar Forsaken Virtues от Лорда Бритиша, который Ричард Герриот. Я про них написал уже в блоге. Могу вкратце сказать, что, на мой взгляд, запускать кикстартер, пока ты не сделал предыдущий кикстартер, это не очень красиво. Я имею в виду Wasteland 2 Брайана Фарга. И второе – Лорд Бритиш в прошлом году отсудил 32 миллиона долларов у компании NCSoft, а сейчас он собирает миллион долларов у фанатов на создание игры. Мне кажется, это как-то… Ну, слушай, потратился мужик. Что еще можно сказать? Безусловно, есть такая точка зрения, что кикстартер – это средство найти деньги для тех команд, которых нет других возможностей. Мы говорим про того же самого Брайана Фарга, который говорил, я прихожу к издателям, издатели мне не готовы давать деньги под синглплеер RPG. А вот я иду на кикстартер, вы мне даете. Шефер приходил, говорил, очень трудно найти финансирование под квест. Я иду на кикстартер, и аудитория доказывает, что… Вот, но Геррит, извините, где здесь месседж, что у нее денег нет, другим способом их найти? Он просто приходит и говорит, ну что, мне неохота рисковать своими деньгами. Эта сумма, в принципе, миллион для меня несущественная. Но я хотел бы, чтобы лохи профинансировали мою новую игру на тот случай, если она обломится, и тогда я не виноват. Я, по крайней мере, так как считаю. Вискуйте вы своими, да, называется. Потому что если он не готов вложиться своими деньгами в игру, почему мы должны вкладываться, если он в нее настолько не верит? Может быть. Я не видел особой коммуникации с его стороны, но, может быть, у нее такая есть тема. Если эта игра не соберет миллиона хотя бы на кикстартере, то вообще нет смысла ее запускать. То есть он это использует как маркет-тест. И дальше к этому миллиону он добавит еще, там, 10 своих. А тебе не кажется, что такой маркет-тест, он немножко бьет по репутации Бритиша? Хотя после ситуации, там, Стабу Лараса и НС-Софтом по его репутации не так уж легко навредить. Да, да, но все равно. Вот ты бы рискнул своим именем так вот? Я могу сказать, например, что если мне нужен миллион долларов, я готов пойти на кикстартер, потому что менять миллионы. Если меня зовут, не знаю, Игорь Мацанюк или Сергей Орловский, то мне очень трудно представить себе, как я пойду на кикстартер и буду объяснять, что у меня есть такая финансовая необходимость. Ну, уверишь в свою идею, продай одну из пяти машин или из трех. Вот. Но обратите внимание, что Бритиши не поддержали люди с большими пледжами. У нее очень мало доноров, которые дали там пять тысяч, десять тысяч. Но большинство и самый популярный раздел — это те, кто платит тридцатник. И, возможно, думают, что там сейчас они заплатили тридцатник, а когда игра выйдет, она уже будет стоить там шестьдесят в таком же составе. То есть люди просто реагируют на такой месседж, там, распродажи, да, вэллуи. А у Фарга в его номинарии там как раз достаточно много таких крутых пледжей, и люди прям хотят поучаствовать, хотят быть рядом с этим проектом и так далее. У Фарга более этичная ситуация, на мой взгляд, сейчас. Да, они не доделали еще один проект, но теоретически Фарга имеет право запускать второй вполне. А вот ситуация с Бритишем относительно некрасивая. При этом я не вижу проблемы, когда люди собирают деньги на кикстартер, даже будучи миллионерами, но это должно выглядеть, как я не знаю. Вот мы сделали игру, но на такую-то фичу у нас не хватает денег. Давайте вы, если хотите, эту фичу, мы соберем на нее, предположим. Вот это я могу еще понять. Или платформу. Типа мы сделали там это, это, но мы не знаем, делать андроид или нет. Давайте, соберете, если это сделаем андроид. Ну, ты знаешь, и вот кто читал биографию YouTube, те могут вспомнить там рассказы Бона про то, как в какой-то момент они реально испугались с мировым турне, что мировое турне им стоит там 150-200 миллионов долларов. Я не помню точную цифру. И если они не соберут билетами эти деньги, то они могут просто устроить себе последнее мировое турне. И из рок-звезд с миллионными особняками они превратятся в бедных рок-музыкантов. И они в этот момент пошли в банк и нашли инвесторов, которые стали инвестировать деньги в их турне, и они вообще с себя сняли риск. И для меня это тоже не очень хорошо тогда звучало. Мы такие рокеры, независимые, там, поем про свободу, права человека, там, не знаю, любим выпить. У нас есть свой бар в Дублине, но мы не вкладываем ни копейки в мировые турне, потому что вдруг не сработает. Может, надо там как-то больше вкладывать сердце в музыку, и тогда сработает, не знаю. Вот ты сейчас хорошо пошутил сердце в популярную музыку. Ну, YouTube, поп-музыка, до чего мы дошли. Кстати, по поводу музыки и французов, и YouTube. А у тебя, Демиан, не готов еще? Готов. Сейчас мы достаем туза из рукава, и совершенно случайно сегодня в Лос-Анджелесе на моей кухне сидит один из лучших для меня бизнес-девелопмент-менеджеров игровой индустрии, который более семи лет работает в игровой индустрии, который для меня известен своим суперпрофессиональным подходом к просчитыванию прибыльности проектов, к построению подробных пиенелей, и который всегда отвечал, когда я с ним работал, на мои звонки, письма. И вообще трудно поверить, что это человек француз. Вот. И еще труднее, конечно, поверить, что сейчас мы запустим автоматический переводчик, который прямо в реал-тайме будет переводить французский на русский. Проблема, что у переводчика акцент, пока еще у Google Translate Audio, но это не страшно. И человека зовут Демиан, Демиан Маурик, и он был бизнес-девелопмент-директором в Focus. Кто знает, Focus Home Interactive, там, Шерлок Холмс и Blood Bowl, Pro Cycling, такие очень как-то exciting projects. Вот. Ну и еще, конечно, Wargame, и Runaway, и The Next Big Thing, и так далее. И мы сейчас хотим с ним немножко поговорить. Он клевый, чувак. Я даже как-то сейчас не стесняюсь это сказать, хотя он меня слышит. А он все равно не понимает по-русски, когда я быстро говорю. Окей, понятно. Здрасте. Привет. Здравствуйте, Демиан. Привет, очень приятно. Собственно, что мы хотели узнать, это то, как выглядит русская, украинская, русскоговорящая игровая индустрия со стороны, вот с точки зрения издателя. По-моему, мы, я думаю, что русской индустрии и украинской индустрии, у вас есть только очень мало хорошие студии. Это значит, что в России вы делаете игры для русских. И только для русских. А вы не думаете, что когда вам нужно делать игры, это не для вас, но это для клиентов. А клиенты, они где? Они в Америке, в Европе, в Китае, в Австралии. И что русских не понимают, это есть разные культуры. А когда делаете игры, вам нужно подумать об этом. Значит, окей, моя игра, это кто будет купить мою игру? Окей? Как продавать эту игру? Это стиль, стиль, геймплей. Это для кого? Окей? И всегда, когда я видел русские игры, по-моему, это было, это для них, это не для нас. Это не для клиентов в Франции, в Америке. Будет очень трудно продавать. Окей? Ну, по-моему, такая проблема есть не только у России, это еще проблема у азиатских компаний. Я согласен, я согласен. Но рынок, китайский рынок, это так большой рынок. Для них все равно. Окей? Русский рынок тоже большой рынок, но не всегда хватает для брегиван. Для того, чтобы окупиться. А есть какие-то особенности в общении? И, извините, наоборот, у вас есть хорошие игры, которые продают очень хорошо, но это только один из двух. То же самое по-русски. С другой стороны. Окей. У вас есть очень хорошие игры, которые продают очень хорошо, но это только один между сто. Например? Например, Сталкер, Косакс, и у вас есть такие специальные игры, только у русских могут играть эти игры. Но это очень арткор. Очень-очень-очень арткор. А можно что-то сказать про то, как русские ведут переговоры и вообще ведут бизнес? Все ли они делают правильно или на что нужно обратить внимание? Они делают правильно, по-моему. Десять лет назад не было так легко. Но мне нужно вам сказать, что для меня заниматься бизнесом с русскими это лучше, чем с американскими. Потому что я думаю, что less crooks в бизнесе с русскими чем с американскими или с английскими. Трансляйте это для меня. Меньше мошенников. Я буду трансляться для вас, но потом вы можете поговорить в русском. В российской индустрии, в российских игровых компаниях меньше мошенников, чем в американской. Я думаю, что когда я занимался бизнесом с русскими, было меньше мошенников, чем когда я занимался бизнесом с американскими. У меня не было многих проблем с контрактами, с американскими. А тогда с русскими нет. Всегда было легко. Они всегда платили. По-моему, было лучше заниматься бизнесом с русскими и с украинскими, чем с английскими, с американскими. Окей, тогда я просуммирую. Русских компаний и пленских компаний проблема в том, что они делают игры без учета реалий и культурных особенностей западного рынка. Только один вопрос. Я очень limitен с русскими. Я очень limitен с русскими. Ты делаешь хорошо, в самом деле. Нет, но я очень limitен с объяснением всю идею и всю концепцию о русской индустрии и как это смотрится от европейских или американских людей. И извините, если ответ, что я тебе очень limitен, очень narrow-minded. Это потому что я не практичил русскими много лет. Это totally reasonable. Вы said that we need to understand that there are other cultures besides Russia that we are going to sell in our games outside Russia and you said that there is less crooks in Russia. Those are two great things to say about Russians actually. the reality is that when I was dealing and signing contracts with Russians I had no problems with them getting paid or you know and while the reason why I think the Russians try to do decent business especially with companies that tend to have a certain size it's because at some point if you screw someone once you never going to do business again while the Americans don't care there's the Atlantic between America and Europe and their view is that I'm outside of your territory so if you want to try to get the money out of me or you want to have a legal issue you know it's going to cost you a hell of money so fuck you and I think maybe we can keep this at the end of the podcast and we can say if you want to hear more from Damien then just scroll back to the end of the podcast I will stay it right here because it's really great I think our auditory should study English better and regarding the game content the only thing is that you are doing great games in general the version developers they are mastering the technology they're super 3D engine the problem is that games most of the times tend to be super hardcore for a Russian audience without understanding what the other cultures and other countries want further you go west especially when you want to go to America you need to deliver a game which is very similar to junk food and the problem when the Russian designers are making games they are thinking about let's make it super hardcore and let's try to be even more hardcore than what is hardcore and it's in the rules it's in the gameplay and even in the graphics the graphic style is very special and you can recognize a Russian game or Chinese game or American game just by the look and feel you can know where it is coming from and I think that's one of the issue why many Russian studios have never performed that well in western it's because of the heart style which is very specific because I've been pitched many games from Russian studios Ukrainian studios and that was my feeling how to commercialize how to sell these games these products in Europe or in America when you clearly have a Russian feeling with the game and it's in the gameplay it's the look and feel it's in the art style and I've always been surprised to see that the Russian publishers they always invested a lot of money in developing games in Russia while for the amount spent working with the Russian studios they could have hired English teams or French teams or American teams and actually produce games that have worldwide appeal and that's something which always surprised me and discussed it many times with different Russian publishers and the can be sold by just inviting American producers like it happened with GSC and 4E Games they have this Dean Sharp from United States I guess our scene product and they had a good success with Stalker and had a huge success with Metro in Europe and you're done they did a great job but I think at some point when THQ signed the games it's very difficult to manage a team like GSC the guys have been extremely successful with the Cossacks series and when you come with a project like Stalker you've got plenty of ideas you need at some point to put someone to manage the team and give that specific look and feel that you need to go outside of your local market and that's the reason why THQ sent a producer to GSC I don't think that initially GSC was happy to get a producer I won't say any bad but this guy is very talented he made his money he made success in the industry but when you get that success it's difficult to accept someone outside from your company to basically lead the development somehow and tell you this is how you have to do this is how your characters look like this is how you should complete that level because you think it's great at the moment but think about your they've been successful partly because of that but also because they were talented but it's only 1 out of 100 which companies have been successful maybe Nival of course we don't have American producers overseeing games but we have a really strong feeling about what we need to do to appeal to American and European gamers that's always the motto because we want to seen as international company not just Russian company of course we have this Russian feel to our game because we are Russians but we don't want to limit our games by Russian market but you're not Russians come on you're Ukrainians yeah I'm Ukrainian myself personally I'm Ukrainian and you're right and that's what is happening what I've just described is not exclusive to the Russians I mean it's also happening in other territories they don't understand that we're all culturally different and it's very specific to Europe and a large Europe where you've got more than 30 countries living together and it's a united market it's let's say official Europe it's 27 countries 27 different cultures 20 ways of consuming games and playing games and understanding games and it's very very difficult to make a game that will appeal to that very large audience so the way to do it is basically to go abroad and learn from the other teams and see what is successful in the other territories so you can adapt your content and try to maximize the revenue on that project but I'm speaking from a business point of view I'm not speaking about the creation Я хотел здесь второй вопрос поднять и возможно мы сможем вернуться к твоему прекрасному русскому языку что крайне редко в игровой индустрии встречается когда кто-либо за пределами русскоязычного сегмента может способен говорить по-русски что бы ты сказал по поводу студий начинающих свой новый проект они должны слушать себя я делаю игру для себя я делаю игру в которую я хочу играть и тогда я буду успешен либо все-таки какое-то планирование должно быть какой-то анализ какой-то бюджет люди должны иметь представление кто купит их игру и сколько надо продать где чтобы купиться я думаю я думаю что спасибо спасибо я не нужно ходить сто лет можешь помогать я думаю что что ты хочешь делать когда ты начинаешь проект это игра для тебя или это игра для для большой аудитории для большой аудитории если ты для себя делай все что ты хочешь но тогда это не важно думать о чем маркетинг кто будет купить какой платформ какой геймплей это не важно делай все что ты хочешь и если может быть это будет хит это не всегда так я Аманита для моего это хорошие студии они делали ботаникул и такие игры это как овни UFO UFO 沒有 aliens UFO неопознанный летающий объект неопознанный неопознанный you don't see it coming from anywhere there's no specific style it's not a copy of any other games they just wanted to make the game they wanted to and they've been lucky because it's a success other games you have to think in advance what you want to do what's my goal what type of game I want to do что игроки, которые работают очень хорошо. Теперь давайте попробуем поставить рецепт, который помогает мне, чтобы успех с моим новым проектом. Это действительно зависит от того, что ты хочешь сделать. Во-вторых, россияне хорошие люди, потому что среди них меньше мошенников, по крайней мере, в игровой индустрии, чем среди, например, американцев или голландцев. И в-третьих, вы не обязаны думать о западной аудитории и вообще аудитории, когда делаете игру для себя. Но если вы делаете игру для аудитории, естественно, стоит о ней задуматься. Спасибо тебе большое. Большое спасибо. Большое спасибо я бы хотел добавить, что если бы я попал в такую же ситуацию и ко мне подошел Сергей Климов и сказал говорить на том языке, на котором я говорю плохо, скажем, на китайском, я бы его послал. А Демиан согласился и поучаствовал. Это замечательно. Черт, так ты что, на следующий подкаст не приходишь? Окей, спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем гостям, особенно Демиану. А теперь давайте перейдем к вопросам. Да, давайте к вопросам. Мы их собрали в последние 15 минут перед записи, когда выяснилось, что к нам не придет в гости Игорь Каев. Но, тем не менее, собрали. Первый вопрос задает его Witer Geo. Как влияет женский день на продажи? Есть ли практика проводить в эти дни акции? Я могу сказать по нашему опыту. Мы не делали акцию, мы делали в Prime World просто подарок. Там, пуму выдавали с бантиком для девочек. У нас был рекорд по пощаемости, но игра еще растет, поэтому у нас рекорды по пощаемости, если они там регулярные раз в неделю получаются. Вот, и очевидный рекорд был не потому, что 8 марта, а потому что выходной. Мне кажется, что для игр подарки на 8 марта имеет смысл делать только в том случае, если у вас большая аудитория женская. Иначе эффекта финансового никакого не будет. Ну да, если вы не в курсе, то в играх, и в том числе в основном в онлайн играх, женская аудитория, она не столь многочисленна, как мужская. Но одна женщина в игре способна сгенерировать десятки, если не сотни продаж, потому что они требуют ухаживания. И мужское население будет покупать какие-то предметы и дарить его виртуально девушкам. Это функционал подарков должен быть, естественно. Да, но если у вас, конечно, все сделано правильно, то вы должны сделать вот так. На самом деле, если обобщить, то любая распродажа, любая распродажа и какая-нибудь акция поднимает доход в разы, если не в десятки раз. То есть этим надо сниматься на регулярной основе и что-то такое придумывать постоянно, как-то работать с аудиторией. Тут могу только подтвердить, это правда. Помните, меня в свое время этому научил, об этом мне рассказал Дима Мартынов из The Dinosaur Club. Он рассказывал про разные решения для розницы. И он говорил про то, что не обязательно, например, люди разные пробовали планы магазинов. Там входишь ты, например, слева у тебя там все игры про файтинги, а справа у тебя все рейсинги. Или, например, ты входишь, там написано слева только Electronic Arts, а это инди-игры. То есть ты можешь как угодно группировать, но исторически успешным примером является пример, когда магазины делают тематические какие-то вещи. Например, ты ходишь, там написано все игры, в которых ты играешь за женского персонажа. А на следующей неделе ты приходишь, там написано 10 лет Crystal Dynamics. Все игры Crystal Dynamics. То есть ты должен давать какой-то повод аудитории, чтобы она о чем-то подумала, что-то вспомнила. И в этом плане 8 марта шикарный повод вспомнить о квестах. Мы обсуждали в Твиттере. Есть совершенно четко какие-то игры, в которых женская аудитория зашкаливает. Может быть, 60%, 70%. Мы это видим со стороны Дедалика по Дипонии. То, что Дипония имеет сильно больше женский процент аудитории, чем другие игры Дедалика. И было бы просто грешно не использовать этот повод. И я удивлен был, что российские цифровые площадки, я вот ни одну не нашел, когда 8 марта проверял, никто не потрудился сделать какой-то Special Happening именно на этот день. Хотя могли бы, не знаю, дать 20% OFF и возможность отправить игру в подарок какой-нибудь своей знакомой с красивой открыткой или даже анонимно. Я захожу, плачу там 250 рублей, ввожу адрес, и девушка получает, о, привет, вас поздравили. Никто, все не напрягались. На самом деле, полученные возможности. И давайте следующий вопрос. Игорь Мосягин спрашивает, сколько в процентах адекватных программистов надо, чтобы российская команда научилась вести нормальный бизнес? Тут я хочу заметить, что тут два вопроса, на самом деле. Во-первых, все программисты должны быть адекватными, а во-вторых, они не имеют отношения к бизнесу. Да, сколько программистов нужно, чтобы закрутить лампочку? Примерно так. На самом деле, ноль. Потому что программисты не должны заниматься бизнес-девелопментом. Точнее, хорошо, если какой-то из программистов проявляет интерес к бездеву, снимайте с него обязанности программиста, ставьте его на бездев. Все. То есть, на самом деле, ноль процентов нужно адекватных программистов, чтобы российская команда научилась вести нормальный бизнес. Кирилл Феб спрашивает, чем вы занимаетесь во время записи подкаста? Мы вас не слышим... А, мы вас слышим, но не видим. Может, есть какие-то традиции уже? Насколько я знаю, мы пьем. Да, я пью в основном виски. Немножко. У меня сейчас разрыв шаблона, потому что у меня сейчас 10 утра в Лос-Анджелесе. А ты уже пьешь? Мне очень хочется продолжить традиции. Но я не понимаю, как я дальше буду целый день за рулем. Не, ну у меня боржоми, на самом деле. А еще есть у меня одна традиция, которая, на самом деле, не вовремя подкаста, а после подкаста. Пока я жду, пока мне пришлют все дорожки, я успеваю принять душ. Смывает себя грязь индустрии, да. По сообщению с Галенкиным обычно хочется помыться. Да, после общения с этими двумя Сергеями мне хочется смыть все плохое. Следующий вопрос задает Максим Олейник. Знаете ли вы удачные примеры сочетания двух и более профессий в игровой индустрии? Талантливый человек, талантлив во всем? Да. Я могу сказать, что мы приглашали Галанина, который в одиночку сделал игрой. Он хороший программист и хороший художник. Мне кажется, что очень часто случается ситуация, когда хороший программист и хороший бизнесмен, хороший художник и хороший бизнесмен – это обычные руководители студии или руководители отделов. Хороший программист, хороший управленец. Ну, в принципе, в Аммоните художник, Яков. А что он делает, помимо художника? То есть он руководит еще студией? Он управляет всей студией То есть он вообще, в принципе, Аммонита это В первую очередь Якуб В плане бездева, в плане еще всего Принятие решений, какие проекты делать, продюсировать Их там семь человек У них каждый по мере возможности Помогает в различных этих Аспектах, но у них нет ни одного человека Который занимался бы только бизнесом Для меня Аммонита это пример творческого коллектива Где нет ни одного человека Который не создавал, который не причастен был бы К участию, к созданию проекта Я в этом плане, например, там, не знаю, я могу Дать какой-то фидбэк, могу что-то потестировать Могу там какие-то идеи предложить Но я не могу ни нарисовать, ни напрограммировать Ничего не сделать То есть получается, можно сочетать в себе управленческие качества И какую-то работу Но по моему опыту лично, если человек Помимо своей основной задачи Программирования или чем-то Занимается каким-нибудь руководством То это очень сильно страдает Потому что человек Ни тому, ни тому не может уделить Полностью время Следующий вопрос задает Макс Под ником LastAu Вы можете его помнить по картинке К нашему подкасту про PlayStation 4 Вот почему русская игросфера Носится с консолями словно хрущев с кукурузой? Это заговор маркетологов? Да Все маркетологи сказали да Поэтому это заговор Ну, на самом деле Первыми, насколько я знаю Из подкастов, как минимум Кто начал пропагандировать консоли Это была адовая кухня И они делали это очень правильно К нам вот в прошлый раз приходил В подкаст Ярополк И он рассказывал про то, что Зачем они все это делали А сейчас повышенный интерес Ну, наверное, потому что рынок вырос Даже я вон себе консоль купил Я скажу заговор Да, заговор То есть маркетолог купил себе консоль Все, и поэтому начинают всем ее советы Я не знаю, как это сказать Компании консольные Они, безусловно, там сильные Хорошо организованные Они могут справиться с глобальными Какими-то мероприятиями По запуску проектов Масштаба, который редко когда встречаешь Вообще на PC И в ситуации, где PC рынок Он как-то переживает Очень рано трансформация К цифровой дистрибуции Вроде как розница сдохла А цифра еще и не так прям Возместила пропавшие продажи Остается только обратить внимание на что Кто остался в консольной компании Они как продолжали запускать Там крупные проекты Новые игры на серию Так они и продолжают Пока PC индустрия там Находится в каком-то непонятном состоянии Во фритоплочке Ну, я думаю, что как только Да, да, да Фритоплой тоже, видишь Как вот Сим Сити оценили Взяли, снизили оценку за сервера Правильно сделали? Правильно А можно было представить Пять лет назад, что Оценку игре будут в рилтайме менять Да нет, конечно Люди бы сказали О, вы продажные журналюги Вы должны были там Сделать единственную финальную оценку В момент выхода продукта И все Ну нет Мы вот, видишь, по себе наперетихаем И вот пока такая вот Ситуация эволюционная Да Естественно, людям хочется фокусироваться На каких-то там Больших понятных историях и темах И это консольные проекты Консольные производители Я уверен, что изменится ситуация через 2-3 года Когда цифра и стриминг Серьезно поднимутся Слушай, я вот купил консоли Я еще не купил ни одной коробки Я покупаю все игры в PlayStation Store И вот оно, как бы, будущее Цифровой дистрибуции Которая уже настоящая Я повезло Я просто позже подключился к индустрии Да Мне лениво возиться с коробками Идти куда-то в магазин Долго выбирать Я просто иду в PlayStation Store Покупаю, что мне нравится Все Спрашивает Иван Булкин Пишет, дорогая редакция Пробовали ли вы Planescape Torment? Понравился ли он вам, если да? Как вам хайп народа, если нет? И что может изменить природа человека? Planescape Torment, естественно, пробовал Planescape Torment очень хороший Нарративно очень плотная игра И она при этом еще как игра интересная Достаточно любопытная ролевая стратегия Что может изменить природу человека? Природу человека может изменить только человек Игры, кино, музыка и прочие вещи Могут только там стимулировать его К желанию вообще меняться Сами по себе игры не изменят Знаете, чтобы съесть такого, чтобы похудеть Примерно то же самое с играми Все должно исходить Инициативы должны исходить от человека Николай Сачок спрашивает Привлекаете ли вы фрилансеров? Если да, то на какие работы? Как отбираете кандидатуру? И как взаимодействуете? Если нет, то почему? Могу рассказать про наш опыт Мы привлекаем фрилансеров сильно по арту Особенно по промо-арту И тут опыт положительный Отбираем, естественно, по примерам работ Был опыт, когда мы брали даже геймдизайнеров на аутсорсе И, по-моему, программистов Опыт негативный Потому что такие люди на аутсорсе получаются очень плохо То есть они сами по себе талантливые люди Но они должны быть сильно плотно интегрированы в команду В отличие от художников А, да, музыканты еще Мы, по-моему, это уже обсуждали как-то в каком-то подкасте В одном из первых Да, да, да Но если люди не слушали Переслушивайте все наши выпуски Рекомендуем Мы все уже давным-давно обсудили Скоро уже начнем брать вопросы с потолка Андрей Рутюнян Это, опять же, наша калининградская мафия Из компании Calibri Games Обсудите, как молодым командам из РФ СНГ Участвовать в GDC И вообще про техническую часть участия Например, зачем снимать номер в отеле напротив выставки И как туда заманивать журналистов Про это, наверное, Сергей Климов нам расскажет Ну, я могу сказать, что исторически Я достаточно редко регистрируюсь на GDC Обычно, когда я был издателем Чисто издателем без своей студии Мне хватало вполне того, что я приезжал в Сан-Франциско Назначал встречи в районе Москон-центра И там где-то со всеми встречался В течение двух-трех дней и работал Сейчас, когда мы начали заниматься разработкой Когда я начал, да, когда я прикоснулся к деталику У нас есть свои пять проектов Которые нам нужно продавать и показывать прессе Мы к этому подошли более серьезно Мы думали, снимать ли нам стенд Или снимать номер в гостинице Это некая традиция многолетняя То, что многие студии, многие компании В частности, азиатские компании Они снимают большой, то, что называется, сует То есть двухкомнатный номер для презентации в двух гостиницах Либо W, либо Intercontinental Цены в это время, естественно, взлетают Мы платим 700... Чуть-чуть меньше 700 долларов за сутки За этот номер Там, может быть, 60 квадратных метров Стоит большая плазма И вот есть одна комната, в которой нет никаких кроватей Есть там только машинка для кофе, огромный телек И куча кресел И для журналистов это вполне хороший формат Выйти из GDC Пройти 500 метров по улице Подняться в Intercontinental И у нас провести час Рассматривая разные игры, общаясь с людьми Плюсы в том, что у нас тихо, спокойно Ничто не отвлекает журналиста от того, чтобы пообщаться с разработчиками Посмотреть на игру Минусы, да, там 500 метров надо идти Но GDC так раскидана по нескольким зданиям Поэтому я не думаю, что это прям такой какой-то недостаток Мы платим вот суммарно за этот номер 3700 за неделю Был вариант снять на выставке прямо такой Cubicle Ну, мы бы заплатили где-то десятку 12, может быть, тысяч долларов Для тех, кто не в курсе, Cubicle это, по-моему, 2 на 2 Примерно стандартный Ну, там 4 на 5 было А, 4 на 5 Типа 20 метров Но мы тогда стояли рядом с Valve, Riot, EA, Activision Но проблема выставки GDC, да, выставочной части Стоит в том, что обычно все эти компании, они просто нанимают сотрудников Да, про рекрутинг вообще То есть если вы маленький компания, вам, наверное, не надо в Америке никого нанимать И в результате мы сейчас в трех упостасях на GDC Мы купили стенд, стол на Game Connection Который проходит в отеле, опять-таки, рядом с GDC Мы имеем небольшой кусочек немецкого павильона Потому что в Германии индустрия более интегрирована в государственные программы, чем в России И в Германии есть ассоциация игровая, которая устраивает такие большие площадки Общие павильоны, в которых студия может получить за символически несколько сотен евро возможность получать Да, я такое постоянно вижу на всяких выставках Корейские стенды, Эстония, Литва, вот была она в Барселоне И на остальных все то же самое Это действительно очень выгодно Когда ты приходишь, видишь все, в принципе, чем занимается эта страна Ну, в данном случае даже есть какое-то спонсорство со стороны государства немецкого Но основные деньги и вообще вся эта организация, организационная работа, это все сделано именно ассоциацией И там представлены все основные участники Если ты участник ассоциации, ты можешь там за смешные деньги туда приехать и там поучаствовать Эта же ассоциация принадлежит, кстати, Gamescom То есть деньги, заработанные на Gamescom, в том числе, идут в такие проекты Чтобы купить большой павильон страны для этой ассоциации То есть это как раз для меня был бы шикарный пример, как организовывать ассоциации в России и Украине Если бы мы хотели, чтобы студии наши могли за небольшие деньги поучаствовать, быть представленными на основных индустриальных мероприятиях Вот надо так делать По-хорошему, эта же ассоциация должна заниматься управлением какой-то большой выставки И зарабатывать на этой выставке деньги В Украине был такой опыт, только не в игровой индустрии, а в IT-индустрии На Цебите брали стенд для украинской IT-индустрии И опыт был, на самом деле, достаточно положительный Пока не пришло государство и не стало делать то же самое И потом все развалилось Ну, как обычно, сам знаешь Там это ресурка емкости, там откаты емкости и так далее Ну вот, если бы мы хотели сделать пример по немецкой индустрии Мы бы сделали ассоциацию с двустами участниками От мелких казуальных студий до Mail.ru Эта ассоциация сделала бы выставку Игромир 2.0 И она была бы основной коммерческой выставкой для консумеров на нашей территории И сделала бы ее, не знаю, Игромир 2.0 Москва, Игромир 2.0 Киев И дальше эта ассоциация, все эти деньги заработанные, инвестировала бы вот в такие проекты Русский павильон, русско-украинский, на GDC, на E3, на Gamescom Проведение GDC России, наконец-таки GDC Киев, на самом деле, может и Дубни было бы, не знаю Ну вот, в общем, короче, такой опыт у нас Мы чисто финансово выбрали лучше отель, чем место на выставке Я не знаю, я расскажу вам по результатам Было это правильное решение или нет Прессы международной крайне мало На GDC Я получил сейчас список В этом списке из, может быть, там, тысячи позиций Ну, 150, это Европа Из Британии, из Сей, 6 человек Из России Там вообще только одна девушка Которая работает, по-моему, в казуальном издательстве То есть, мне кажется, она не журналистка И все Вот, там, из Испании, не знаю, 4 человека Из Бразилии, 6 человек Вот, ну, а все остальное, это американская пресса И мы надеемся на то, что мы получим очень неплохое покрытие Мы работаем с парагентством американским Над этим проектом Вот, мы надеемся на неплохое покрытие В то, что называется масс-медиа По-американски Посмотрим, что, не знаю Мы вот 8 человек везем Продюсеров проектов Мы везем билды Пресс отказывается приходить Если им не дают хендзон И пресс отказывается приходить Если у тебя игра не выходит в этом году Это тоже важное изменение Да, да, я тоже это заметил Они после скандала с превью Они все очень боятся делать превью Не имея возможности попробовать игру И если они там Электроник-карты такие Претензи не высказывают Компаниям поменьше, да Высказывают Мы тоже по себе это заметили Нам проще У нас уже есть, что пощупать Поэтому мы выдаем версию Игрокам Американцам И прессе Ребята Если вы нормально воспринимаете подкасты Где наши гости говорят по-английски То вы, пожалуйста Обозначьте это в комментариях К этому подкасту И мы постараемся такие вещи делать чаще Вот сейчас Там в Лос-Анджелесе Я могу доехать до Брайана Фарга И мы можем с ним сесть и сделать подкаст Но понятное дело Что Брайан там ни слова не знает по-русски Если вам там это интересно Вот, то да Но мы при этом не хотим Заморачиваться на перевод какой-то Если только не возникнет внезапно Переводчик-синхронист Готовый к нам присоединиться Вот если вы такой переводчик Ну напишите нам Может быть действительно интересная идея Тогда да Это может сработать Потому что по идее Мы можем добраться до любого практически Участника игровой индустрии И сделать с ним подкаст Как с гостем Но вот Если он не русскоязычный То тогда мы просто будем оставлять Английский, наверное, ответ его Я даже могу, наверное, голосование сделать В подкасте Чтобы люди выбирали Готовы они слушать на английском языке Или они готовы Вот там предлагают сделать перевод Как DLC И продавать его Да, и титры Позови Дэмиана попрощаться Мне очень понравилось Как он говорит по-русски Хорошо Я думаю, что он сейчас За время этого подкаста Сказал больше русских слов Чем за последние 12 месяцев Он русский язык учил 17 лет назад Когда он приезжал По-моему, в город Воронеж Или в Тверь На практику В течение года Это вообще отдельная тема Вы можете представить Практика в 90-е годы Француза В российском регионе Где за ним бегала мафия Я думаю, что у него свои истории есть Окей Наверное, спасибо на этом Всем спасибо, кто послушал Всем спасибо, кто Смог пересидеть фрагмент на английском языке И надеюсь, что в будущем У нас будет не хуже Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok